Духи готовы. Вот кусочек ваты. Для вас они шедевр, по мне так... Грубоватый. Ну что же, всем привет, после такой отступительной нотки, довольно не в тему, мы продолжаем... Какой же у них всё-таки превосходный запах. Мы продолжаем... Нет, какой же запах превосходный. Ладно, пофиг, всё, продолжаем. У меня уже задурманили. Запах резины дурманит гостей, блин. В общем, меня задурманили эти духи, и мы продолжаем. Начинаем прохождение. Да, с вами я, Кирилл, всем привет. Это прохождение The Evil Within, пятый сезон, вторая серия. Ну что же, у нас довольно... Сегодня будет интересная такая серия. И, собственно говоря, я сделал небольшое отступление, но я его скипну, удалю. Это чтобы вебке дать время проработаться, в общем. Ну что же, мы всё-таки остановились на том, что опять мы потеряли Джозефа, мы пришли с ним в церковь. Но Рубик опять какую-то херню нам сделал, и, собственно говоря, мы опять разлучились. Опять Джозефу стало плохо, и теперь мы хрен вообще знаем, где он там есть. Мы просто попали в какое-то подземелье, в общем, прошли всё дальше, дальше и дальше. Ну и, собственно говоря, попали в место. И чтобы, собственно говоря, пройти вперёд, нам можно собрать фрагменты. Фрагменты плиты и вставить их в саму плиту. И у нас теперь есть развилки. Да. В конце прошлой серии наш Себастин разбил цепь рукой, но на самом деле это можно объяснить всё-таки тем, что у него в руках был пистолет. Пистолет, да, всё-таки пистолет тоже металлический, а металл может разбить металл. Хотя хрен его знает, может я и ошибаюсь, может я и ошибаюсь. И теперь мы начинаем. Мы уже вставили один фрагмент, и теперь нам остаётся ещё два. У нас есть два выбора, два пути. Собственно, давай сначала пойдём в этот путь. Так, оттуда мы вышли. Да, серия будет довольно интересной и страшной. И, кстати, хочу сказать, что когда я обрабатывал сегодня новые истории, я почему-то множество, большое количество раз слышал у себя дома посторонние звуки. Я очень испугался, реально, я искренне надеялся, что это может быть там ветер или что-нибудь такое. Да, всё-таки так оно и оказалось. Дверь плохо закрывается у меня дома в одной комнате, и там приоткрытый балкон. И с балкона дует такой ветерок небольшой, поэтому дверь дёргается, из-за этого были звуки, издавались. В общем, вот такие вот дела. О, шприц, мне нравится. Сколько у нас КП? Ну, нам ещё, нам ещё в людях хватит. Ладно, не будем говорить о моей жизни, продолжаем. Зо Визин, да, продолжаем искать Кидман, Лезли, Джозефа, в общем, всех наших персонажей. И доктор Мартин, Мартин, блин, Марселло, опять Мартин, почему я всё время Мартин называю? Доктора Марселло Хименес, тоже продолжаем его искать, собственно говоря, да? Такие вот дела. Что это? Охренеть. Это что, какая-то ловушка, что ли, я не пойму? Слава богу, она сейчас не прищемила. Можем аудио прослушать. Подобная шняга, кстати говоря, подобная шняга, была в Metal Gear Solid 5. Такая подобная вещь. Там тоже можно было аудиокассеты находить и их прослушивать. Да, там была подобная, подобная шняга, да. Может быть, Канами эту идею капком украли, не знаю. Аудиозаписием в хождении. Такие вот дела. Блин, это хреномо сюда пошли. Я думаю, сейчас тут прищеми, да? Ну ладно, собственно говоря, так, что-то такое. Твою мать! Офигеть. Офигеть. Ладно, не будем, кажется, останавливаться на полпути и идем дальше. Надеюсь, сейчас мы найдем наших персонажей, потому что... Что-то я сейчас один вообще боюсь ходить. Серьезно, я что-то вообще... Твою. Твою же мать, а! Ладно. Собственно, не будем расстраиваться и продолжаем идти дальше. Так, и тут опять у нас какие-то... Блин, тут же этот... У меня чуть сердце не лопнуло, что это был за звук. Блин, 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 я боюсь. Я боюсь. Ребята, я боюсь. Я боюсь. А, все, я понял, что надо делать. Не так уж все это и сложно. Все. Теперь просто поднимаемся наверх. Да, вот такая небольшая махинация. Так, у нас кто-то уже палит. Кто нас палит? Никого же нет. Какой-то дот появился. Подожжем. Быстрее, быстрее, уходим, уходим отсюда. Да, мне реально вот интересно. Пашенди, вот вспомни, подобный этап был в Resident Evil 4 где-то в конце игры. Помнишь, вот? Да, подобный был похожий этап. Да и в пятой части тоже был такой подобный этап похожий. Ладно, все, я не буду больше ничего об этом говорить, что много заимствовали из Resident Evil 4, в пятой части тоже много заимствовали элементов. Я уже не буду говорить. Все, достаточно уже. И так все будет понятно. Я понимаю, ребята, они устали. И уже у них не было выбора, и они заимствовали. Но тем не менее, игра для меня все равно остается гениальной. Интересно, то есть, да? Ловушка. Мы ловушку просто обходим, да? Так, тут у нас растяжка, которую... Которую мы давно уже не видели. Сейчас немножко подлагнуло у меня. На видео это будет, наверное, незаметно, хотя, может быть, и заметно. Так, по пять бутылок. Что ж эти бутылки-то? Как же они меня уже достали? Так. Твою дивизию! Что это за новый тип врага, которого я четыре раза прокосил? Пипец он мощный. Так, а нам вообще сейчас куда надо? Сюда или туда? Вот, топор. Чего же мы раньше-то его не подобрали? Это настолько патронов потратил. О, блин, а. Тяжелый, конечно, случай. Подлагнула риск. Так, туда лучше не подниматься, потому что там ловушка. Все, в общем, просто поднимаем. Блин! Они нам не дадут спокойной жизни. Ну, что я могу до вас сделать? Только вот это, ребятки. Ребятки, только вот это. А до тебя вот это. Охренеть, я же в него... Охренеть, сколько у вас тут есть-то. Блин. Чувак. Ты слишком быстро бежишь. Я тебя вырубил. И он, и он еще не сдох. А нет, сдох, сдох. Блин, я реально как-то много подводов на них потратил, но ладно. Буду сейчас экономнее. Опять черепки. Которые мы опять же не можем разбить, да. Да, сегодня что-то у меня как-то много фейлов. Так. Туда, наверное, мы не пойдем. Что-то как-то я волнуюсь. О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я передумал. Откроем, наконец-то, наши там ставни. Давай. Что-то главное сейчас, чтобы никто не выбежал. Все. Так. И что теперь? Так, смотрим сразу же наверх. Нет, это мне никаких. Твою... Дивизию, сука. Пипец, мы были на волоске. Нам нужно на ту лестницу. А-а-а. Я боюсь. О. Делаем вот так. Размажем, так говорится. Еще один. Ты ж сдох. Главное сейчас не попасть... Не попасть в этот рычаг. Потому что разработчики... Разработчики сейчас рассчитывают на что? Чтобы я... Того... От этого вот убил с помощью ловушки, да? А-а-а... И когда я начал убивать вот этого чувака, который стоял вот... Вот около вот этой вот каменной плиты. Чтобы я, стреляя в него, задел... Спрыгнул вот так вот, да? Случайно. Чисто случайно. И когда я начал в него стрелять, он где-то был уже вот здесь. Чтобы я задел вот так, стрельнул, да? Стрельнул. И чтобы на меня упала вот эта плита. Вот на что они рассчитывают. Хитрые, а? А если мы так вот сделаем? Да. Вот на что они рассчитывают. Эх, разработчики. Обхитрить меня вам не получится. Точнее, получится, но точно не в этом плане. Ну, у нас хорошая новость. Мы нашли очередной фрагмент плиты. И теперь... Поставим его... На главную плиту. Вот так вот. Вставим, да? Да, и дальше будет реально полная жесть, когда мы найдем все фрагменты. То есть, когда мы последний фрагмент найдем. Тут они находятся довольно быстрее, нежели чем в четвертой части фрагмента козла. Так что вот такие вот дела. Ну что же, а мы идем... В очередное темное пространство. Сохраняться пока что не будем. Пока нет смысла. Так, и что у нас тут такое? Надеюсь, никто меня не попытается сейчас напугать. Тут надо полностью всегда осматриваться. Потому что я... Блин, мы же тут были уже. Блин. Опять я в повторное место побежал. Ну ладно. Да, кстати, в этой игре нет карты, как я уже говорил. Да, зря тут нет карты. Ну почему тут карты реально не сделали? Мне обидно. А, мы отсюда выбежали. Да, мы отсюда выбежали. Так, а куда что надо бежать-то? Подожди. А, все, понял. Понял, все. Сюда надо бежать. Да, вот. И тут появляется какой-то газ. Так, кстати, давай мы используем... Шприц. И... Газ какой-то фиолетового цвета такого, пурпурного. Давай, крути. Каша ел в детстве. Так, ну... Да и вообще надо кашу есть. Кашу надо есть не только в детстве, а всегда. Ну, я, разумеется, ем кашу только с молоком. Ладно, не буду об этом говорить. Сейчас это не в тему вообще, да? Какая-то была невидимая дверь, которую мы смогли увидеть с помощью фонарика или имя яркость. На компе говно или в игре, не знаю. Так, лучше, я думаю, сейчас включить фонарик. Твою мать. О, блин. Бомбы выберут. Закончусь патроны. Вот спрашивает. Закончились. Вы тоже закончились. Да еще чего. Чеха, бля, почему их нельзя? Окей. Давай. Куда бьем, как бы, как говорится? Стойте, подожди, подожди. Вот. Вот зачем мне все это было нужно. Кхе-хе. Ничего не удобно. Все. Теперь-то точно забыл. Топорик. Интересно. И ничего полезного. Да, мне уже нравится. Вот так должна быть, так должна выглядеть за его визе. Действительно. Блин. А что же туда у нас там? Вот это были. Патроны-пистолетов. Просто их возьмем. Теп. Давай, давай, давай. Отключай, отключай. 10 патрончиков, да. Хорошо, что мы прокачали вместимость патронов-пистолета. Это радует. Спички. Отлично. Немного у нас не было спичек. И дверь сама по себе закрывается. Вообще. Блин, зачем мы ее открыли? Мы только что тут... Подожди, 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 подожди. А, нет. Я думал, это фрагмент. Я думал, это фрагментик так называемый, да? На, на этого сжигать не будем, в чувачках. В чувачелу, так сказать, да? Че, ребят, вам помочь? Или вы сами? Или вы сами, так сказать? У нас спуск вниз идет. А, это просто, типа, обход. Ну, понятно, понятно. Да, такие вот события. Охренеть. То есть, мы можем через дверь, да? Через железную дверь их поджечь. Сколько тут, сколько тут... Сколько тут тут, а... Офигеть. Щас... 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 Щас такое... Так, теперь... Делаем вот так. Блин, нужно было прокачивать. Нужно было прокачивать вместимость винтовки. Ну ладно. Все нормально. Потом прокачаем. Тут довольно много выбора вообще, что можно апгрейдить. Поэтому тут можно просто растеряться, чтобы... Ну, что апгрейдить вообще, да? Так. И тут я сразу вижу, что бомба. Да? Твою мать! Не повезло. Не yes, а no. Блин, ну ладно. Бывает. Ну, не все же время, чтобы не везло, да? Надо сделать так. Кстати, я только сейчас заметил, что... Когда мы находим гранаты, то они так вот оформлено лежат в коробочке. Так, так вот приходится. Так, почему трясется? Тут еще ключик находится. Сейф какой-то. Подожди, это же... Этот сейф похож на... Голову... Эээ... Сейфа голового, того, который на знамя гнался. Да, правда похож. Ладно, а мы слезаем вниз пока что. Так. Почему у него в головах стало какое-то прозрачное? Что это такое? Так и должно быть. Твою мать! Это же сейфа головы! Я боюсь! Да, и у нас тут появляется переохранение по времени, так как газ, если сильно будет идти, то мы можем задохнуться. Поэтому тут нужно быстренько все... все закрывать. Быстренько перекрываем. Вон у нас справа индикатор, но... Тут, наверное, будет его не видно у тебя, Пашенди, потому что у меня ветка тут загораживает, так сказать. Это еще не все. Тут появляются наши... Друзья, товарищи! Давай, давай! Все, кстати. Все, давай, давай, жгись. Так, дальше закручиваем. Так. О-о-о-о! Такой, да? Так ты будешь с девушкой в постели. Так. Ну что, все? Да, все вроде ограничения окончены. И у нас остался ровно один патрон. Охренеть. Нет, не один патрон. А-7. Подожди, а тут у нас что? Какой-то проходик. Странный. Такой странноватенький, знаешь ли. А, тут ничего нет. Да. Мне уже нравится. В помещениях... Вот в хоррорах, вот что? Вот в хоррорах. Мне больше, разумеется, нравится бродить в помещениях, нежели чем... Чем на улице, да? Потому что это хоррор. Как бы, да? Что это было опять у меня за звук? Я боюсь, реально. Я... Я реально боюсь. Если сейчас опять что-нибудь такое произойдет, я реально обосруюсь. Если сейчас еще одновременно в игре какой-то будет страшный момент, и у меня дома опять звуки будут странные, тогда я реально обосруюсь от страха. Реально. Я боюсь. Я уже издалека вижу бомбу. Так. И... И палящего нас чувачка. Давайте-ка мы гвинтовкой воспользуемся. Гвинтовкой даже лучше видно. Можно, в принципе, за теми-тремя патронами вернуться, но это долго будет. Хотя... Что мы теряем? Правда, что мы теряем? Давай вернемся. За теми-тремя патронами от винтовки. Все-таки винтовка в этой игре очень мощная, я говорю сразу. У нас даже лесенка есть. Я имею в виду снайперская винтовка. Очень мощная в этой игре. Ее можно прокачать, то есть она хэдшоты так и так делает. Вообще прям... Прям... Во прям, да? Не понял. Мы не можем вернуться на... А, он же закрыл люк. Точно. Блин. Я думал сейчас... Назад вернемся за патрончиками. А ни хрена. Ни хрена подобного. Ну ладно. Вниз слази, вниз, вниз, вниз. Давай. Все, бежим вперед. Блин, тут уже намного сложнее вырубать врагов по стелсу, но тем не менее будут моменты, где их будет вырубать легко. Ес. Так. Берем. И опять ни хрена ничего не видно. Прямо как у меня в попе. Так, ладно, не будем. Опять их бомба. Я думал, я тебя не увижу. Ты же красный подсвечен. Ес. Подобрать. Баночка. Скоро мы найдем уже последний фрагмент. И пройдем в середину ужаса, так сказать, да? Так. Только в путь сюда получается, да? Да. Мы, кстати, по-моему, здесь были или не были? Не, мы здесь не были. Так, открываем. Надеюсь, сейчас враги не появятся. А они могут появиться. Я этого не исключаю. Нет, они не появятся. Противоположная сторона закрывается, да? Да. Да что ж такое-то? Опять звуки у меня дома. Твою... Это я виноват. Это я этот газ активировал. Я и буду его отключать. О, твою же налево. О, твою же налево. Как это остановить? Довольно сильно сейчас просядет FPS. Потому что идет газ. О, твою же налево, реально. О. Быстрее, быстрее, быстрее. Да что, что такое? Вот тут такое управление странное. Что такое? О, твою. Ну да, действительно. В твоем-то положении, конечно, могло быть хуже, Себастер. О. Блин, там баночки. И большая, и маленькая. Да блин, а я не могу туда попасть. Обидно. Обидно, конечно, неимоверно. Надеюсь, мы туда попадем. Ну что ж, лезем. И опять знаем, кто-то следит. Мне, кстати, нравится эта система за глазиком. Да, то, что он смотрит, потом начинает резко открывать сильно его. Мне нравится эта система. То есть, ты знаешь, когда тебя враг видит, когда тебя враг замечает. Так, один стрелар с харпуном. Мы ее взять не можем, нас переполнили. Так, стоп. А, где-то я путаюсь немножко, да. Со странах, кто что-то за нами следил. Никого же нет. Интересно. Святой Дух, что ли, за нами следил? Да, радость полная и штаны. Мы нашли последний фрагмент, и теперь сможем пройти дальше. Так. В середину этого ада. Я вот говорил. У нас контрольная точка появляется. Профит сохранен. Все, вставили. А пойдем мы в этот ужас уже в следующей части. В следующей серии. А сейчас пока давай сохранимся. Пацаненчик. Сейчас у меня может быть довольно флиплый голос, потому что я немножко приболел. Сейчас что-нибудь проапгрейдим. В чем дело? В чем дело? Батька домой пришел. Супом варить, давай, жена. Суп варить, батьки. Щи. А я пока телек посмотрю. Ладно. Не будем драматизировать. Так, у нас 6000 мы... Давайте-ка мы будем сейчас настраиваться на винтовку. Потому что мне очень понравилась мощность этой винтовки. Хоть да, она после каждого раза перезаряжается, но тем не менее это придает больше реалистичности. Так, 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 вот винтовка. Так, что можем прокачать? Множитель урона. Давай лучше прокачаем емкость. Мне емкость пригодится. Нет, больше нам ни на что уже не хватит. Ну ладно, все. Надеюсь в будущем наберем побольше жидкости, чтобы лучше прокачать винтовочку. Ну а сейчас давай сохранимся. И на этом уже заканчиваем прохождение. Скрытые мотивы. Это я играю сам. Вот, вот здесь сохранимся. Ну а на этом все. Это была вторая серия пятого сезона прохождения игросериала The Evil Within. Оцениваю видео, пацанечка, и ты, Дима, если вообще его смотришь. Ставьте мне мысленные лайки, мысленные комментарии. Говорите, что понравилось, что не понравилось. С вами был я, Кирилл. Удачи. Пока. Увидимся в следующей серии, которая будет очень-очень и очень интересная. А главное, страшная. Сейчас, погоди секунду. Да чего тебе, мелкий пи... Чего... Так, в общем, разберемся потом. Иди сюда, блядь. Иди сюда. Твою мать, забыл видео выключить. Я тебя еще догоню, блин. Все, удачи, увидимся.